Добрый день! Сегодня у нас в редакции Глеб Викторович Жарков. Он экс-президент Брянской Федерации Шахмат и человек, который очень много помогал развитию шахмат в Брянской области. А по своей деятельности это директор завода Интерреммаш. Глеб Викторович, расскажите, как вообще складывалась Ваша деятельность на шахматной Ниве и какие сейчас проблемы и что Вас беспокоит? Здравствуйте! Помогать шахматам брянским примерно лет 8 начал назад. 5 лет был вице-президентом Федерации Шахмат Брянской области, полтора года президентом Федерации. Организовал турниры с призовым фондом, спонсором которых выступало мое предприятие Интерреммаш. В них участвовали шахматисты и Бежицкого, и Советского района. Это были турниры с призовыми фондами, приличными по брянским меркам. И полтора года те, которые я был президентом Федерации брянских шахмат, и работал вместе с Самариным Игорем Валерьевичем, тот, который был 10 лет до меня президентом Федерации, гроссмейстер, прошли очень плодотворно, мне очень понравились. Я думаю, что мы сделали довольно много и для материального снабжения клуба, который в Бежицце находился, четырех коней в Манеже, и для шахматистов, и дали им возможность поиграть и заработать деньги для победителей. А кстати, что сейчас с Бежицким клубом? Ситуация, с одной стороны, простая, с другой стороны, непонятная. Простая, не работает два с половиной года, непонятная, в том плане, а будет ли что-то функционировать, поскольку закрыт Манеж, закрыт второй этаж, шахматы, которые находились внутри, и имущество, которое мы покупали, в том числе, куда-то растворилось, к сожалению. Сейчас пытаемся с помощником мэра города найти хотя бы стулья, для того, чтобы перенести в новый шахматный клуб, который открывается в Фокинском районе, на улице Челюскинцев. Около ДК «Железнодорожник». Но перспектив по открытию клуба не вижу. Ну, вообще, я не знаю, это, наверное, преступление, потому что мое детство в этом шахматном клубе прошло, меня отец туда водил, так же, как и другие отцы там с детьми. Мои первые вообще официальные соревнования, в которых я принимал участие, с такими же, как я там, нам лет по шесть было игроками, мы играли по-настоящему, с часами, значит, все как положено. Вот я до сих пор это помню с восторгом. Вот, кто уж там победил, я не берусь сказать, походу наградили всех участников там. Ну, ведь в Беженце шахматы были вообще очень сильно развиты. И в парках в обоих там люди собирались, играли. И постоянно вот все дни, особенно выходные, в этом Беженском клубе, в Манеже, там, ну, битком всегда было народу, приходили там и с детьми, и с внуками. И вообще там, ну, потом же и 10-й школе, которая стала теперь вроде как лицем, ну, не знаю, насколько там качественно изменилось, мы же тоже уже стали шахматные классы там потом появляться. И тоже я там в школьных соревнованиях играл по шахматам. То есть шахматы были очень развиты именно в Беженском районе. Сейчас я 45 лет или там, ну, около того этот клуб просуществовал, и получается, его убили сейчас, да? Да. Основателем этого клуба был Петр Игоревич Ешелин, знаменитый брянский шахматист, который по переписке в конце 70-х годов выиграл чемпионат Европы. Это было крупнейшее достижение брянского шахматиста на тот момент. Он организовал этот клуб от БМЗ на втором этаже, он все обустроил. Это был конец 70-х годов, и я в нем занимался, и детей действительно, и взрослых до 200 человек одновременно находилось. То есть был охват реальной бежицы, то есть вот шахматным движением. И на самом деле были турниры Бежица-Брянск, Бежица-Смоленск. То есть вот... Вулы играли, опять же, я помню, с отцом ему ездил, он всегда за команду Битма, ну, теперь который университет у нас технический, которому мы потом все заканчивали. Но я еще совсем был в таком нежном возрасте, он в сборной Битма, опять же, там все время какие-то соревнования были, то есть серьезно люди играли, организовывались там, я помню, и другие институты, команды выставляли. Да, к сожалению, сейчас, вот это прошлый год, результаты прошлого года, ноября, когда было первенство в области, но я уже к шахматам примерно полтора года официальных отношений не имею, только как спонсор своих турниров в Белых берегах провожу, где предприятие находится для детей. В ноябре прошлого года фактически не состоялось первенство области среди взрослых, то есть пришло всего 14 участников, что смешно на Малозавальской, вот здесь в Советском районе, что, в общем-то, смешно для нашего города и печально. Отказались играть чемпионы прошлых лет, несколько фамилий называть не буду, но это кандидаты мастера спорта, мастера спорта, кстати, из Бежицы. Вот так уровень всегда был хороший, то есть на руку соревнования? Не организации турнира, не организации. Фамилия, опять же, кто не организовал, пусть им будет стыдно, но это плевок в общем-то в общее дело шахматного движения. Это неправильно. И в силу этого, в том числе, родилась мысль, которая была поддержана мэрией, как ни странно, нашей и мэром, главой города Хлеманковым, о том, чтобы в конце сентября сделать детский фестиваль в Фокинском районе на базе нового клуба, которым мы сейчас занимаемся. Сейчас купили шахматы туда. Игорь Николаевич, директор школы «Спартак», плотно этим занимается, тоже энтузиаст этого дела. Одну секундочку. Это выкупили? Или ведь потом же чиновники все припишут? Ведь это все должно финансироваться, как и все спортшколы, если это официально. Наверняка есть бюджетная статья. Есть виды спорта, развиваемые в Российской Федерации. Весь календарь должен финансироваться, который выпускается Министерством спорта, и потом под него формируются календари в регионах. Я не буду сейчас подробно систему рассказывать, но я так понимаю, что делали это частные лица. С помощью Игоря Николаевича, который директор спортивного комбината Фокинского района, это «Спартак», он сам физически обустраивает этот шахматный клуб, заказывает столы, которые варят знакомые, чтобы там поставить 30 столов. Мы, значит, приобрели дополнительные шахматы. Сейчас он еще попросил, приобретем часы, чтобы это все у нас было в наличии. А с точки зрения финансирования, маленькая справка, 7 лет назад это было порядка 400 тысяч на все шахматы Брянской области в год. Сейчас меньше 187 тысяч. А их реально отдают или это просто субсидия прописана? Я вот когда сталкивался с тем же самым в «Амспорте» и тоже завязал это, то есть прописывалась сумма 200 тысяч, но из них отдавалось реально от 50, но самое большое, когда руками-ногами выбило... Эти деньги отдают. Нет, эти деньги отдают. Там есть другой момент. С ним я столкнулся как раз, когда был президентом федерации. Анонсируем, допустим, турнир с Гомелем, Брянск-Гомель, отправляем своих, либо принимаем здесь. Администрация, а именно управление спорта области, анонсирует помощь 50 на 50 хотя бы с частниками. Вот со мной, допустим, или с кем-то участвовало еще там пару предприятий, тоже брянских, заинтересованы, чтобы развивался спорт. Вот. В итоге мы все оплачиваем. Через неделю нам говорят, что вы что-то ошиблись. Такой случай четко был. Это как раз в матче с Гомелем. Ну, я могу сказать, что такие случаи начались после того, как последний руководитель областного спорта, который держал слово и какую-то ситуацию под контролем, это был Парсенков. То есть он, во всяком случае, если что-то обещал сделать, он делал. То есть в дальнейшем... Я уже говорю не про Парсенкова. Да. Я уже дальше говорю. Все последующие... То есть у меня такое впечатление, что пока еще я тоже к местному спорту имел отношение. Единственная задача была надурить всех. То есть это касалось и фильм, который производит наградную атрибутику. Значит, именно позиция сначала комитета областного, который потом стал управлением в целом правительстве Брянской области. У нас теперь управление по спорту. В общем-то, позиция была такая. Сначала, ребята, вы там сделайте, мы со всеми рассчитаемся. В принципе, в ряде случаев, в моем случае, чуть до судов не дошло. То есть все эти расписки. Кидали они и производители атрибутики, пытались и еще потом на меня косились. Потому что для некоторых турниров именно, где было прямо в положении написано, так сказать, и числился областной комитет, там и смета утверждалась, и печати стояли. А потом, как бы, делали большие глаза. Ну, хорошо, в моем случае я брал все документы, и потом, потыков, ну, вылиться некоторых чиновников этими документами, мне удавалось тоже заставить их выполнить свои обещания. Но при том, как заставить? В некоторых случаях это там могло два года пройти. На дурителя слукавить, но факты имели место. Да, так я думаю, что чем дальше, тем, в общем-то, больше это все. То есть финансирование сжимается, все перекладывается на инициаторов. Если они есть где-то в каких-то видах наших спорта, они есть, и ребята работают, и в шахматах в том числе. Но впрямую об этом им не говорят какие-то обещания. Ну, так скажите, как оно есть, и, собственно говоря, играйте по каким-то правилам. Есть какие-то, есть варианты поощрения тех же шахматистов, которые инициаторы каких-то соревнований или спонсоры. Поощрения моральные какие-то с точки зрения власти. Есть грамоты, есть там какие-то знаки, какие-то еще что-то, почетные звания. Если люди занимаются этим делом и реально у них получается, поощряйте людей. Пусть даже не деньгами, но ведите себя достойно. Так нет, на самом деле, мое понимание ситуации таково, что, в общем-то, средства выделяются на все это государственное. Потом это все стараются провести за счет спонсоров. А куда выделенные средства деваются? Вот эта порочная система финансирования через неопределенное число физических лиц. Я об этом с 2011 года говорю. Каждый новый замгубернатора и даже губернаторы на мои письма, когда я их еще писал, отвечали, что вот, да, вот, вот, мы сделаем систему прозрачной. А сейчас, вот, какое ваше впечатление? Я, конечно, ну, судя по тому, что, будучи футболистом, нынешний руководитель областного управления по спорту не смог вовремя начать чемпионат области по футболу. По своему родному виду спорта. Ну, как бы, чтобы его характеризовать, как бы, других никаких. Ну, я бы так сказал, в общем, что-то в нашем королевстве не так. А что? Можно только, опять же, прозрачно выходить на какие-то круглые столы, беседовать, находить общие точки, находить какие-то разумные решения для всех, в том числе. И чтобы люди понимали, пусть рублей немного, пусть их выделили там определенную сумму, но чтобы она доходила по факту. Ну, я вообще в спорте достаточно давно, в Брянском, вращаюсь. Еще во времена Самотесова, по-моему, каждый понедельник у него собирались все президенты федерации. На них хоть можно было бы посмотреть, там, так же, как и сейчас числилось 50, там, с небольшим, там, 55-54 федерации. Да, но вот сейчас реально, по-моему, живых, я тоже проводил некоторое время назад такой анализ интернет. Живых, кто вообще какие-то признаки жизни хотя бы подавал. Вот сейчас же невозможно провести какие-то соревнования или какое-то мероприятие, чтобы участники, там, в соцсетях не выложили, там, селфи свои, там, фотографии, еще что-то. То есть, вот, реально живых их, там, 13-14, не больше. То есть, что делают все остальные, это неведомо. Но я так подозреваю, что очень много фальшивых мероприятий на бумаге проводится, опять же, с тем, чтобы, ну, скажем так, освоить выделенное на это средство. То есть, это касается и сборов, и... Не исключено, не исключено. Я вам пример приведу даже не из моей федерации. Мы как-то занимались клубом шахматным, хотелось сделать, собственно, частное партнерство, которое на Луначарского. А вот, и, кстати, частично власти шли навстречу, но где-то включались какие-то рычаги и не получилось. Вот, но пообщался с людьми, которые в шашечной секции, в шашечной нашей федерации. У нас есть мальчик, которому сейчас 15 лет, в Брянской области, который пятикратный чемпион Европы. Ему никто не помогает на выездах. Вообще. Почему? Ну, так у нас и другие есть. Это вот просто пример такой, да? Есть Марутин, который по олимпийскому виду спорта, извините, уже дважды выигрывал европейские турниры, и который выступает за Москву, потому что, как там, его тренер там жил в спортзале, так и живет. Только каждый раз, когда он с крупного турнира возвращается, очередной губернатор их приглашал, жал руку, обещал, как бы, что мы вас не оставим своим вниманием. Вот. После этого вручали там почетную грамоту ему и забывали до следующего чемпионата Европы. Тогда я маленькую информацию дам, если возможно. Значит, уважаемые любители шахмат, родители, дети, нашими усилиями, одобренными мэрией, значит, в конце сентября будет проводиться детский кубок мэра в Хокинском районе. Там будут играть три команды от Брянска, от районов. К сожалению, один район не сможет, наверное, выставить команду в силу слабости. Но это тренера определятся, как что. То есть сейчас тренера уже подбирают детей. Дети от третьего года рождения, 2003-го, до 2010-го будут участвовать по возрастам. И три команды будут приглашены из ближнего зарубежья. То есть это, очевидно, будут белорусские и украинские команды. Значит, будет большой призовой фонд. Приглашаю вас поучаствовать. Приглашаю вас провести беседы с тренерами, кого они включат в команды. И будет определяться и личное первенство. Возможно, турнир станет ежегодным, если у нас все получится. И еще один момент. Значит, лучший игрок, самый перспективный нам, по мнению судейской коллегии, кроме всего прочего, будет оплачено ему участие в следующем выездном соревновании. Пожалуйста. Ну, может быть, еще что-то хотите от себя про шахматы рассказать? Или вы? Ну, я думаю, что давайте мы встретимся в сентябре-октябре, когда пройдет у нас фестиваль. Я расскажу, как это дело у нас получилось, какие плюсы, какие минусы, кто у нас победил из детей. Хочу пожелать нынешнему президенту Федерации Валерию, чтобы он все-таки активнее занимался шахматами. Не допускал тех ошибок мелких, которые он допускает с точки зрения организации летних лагерей шахматных, чтобы его не штрафовали и деньги, опять же, из шахмат не уходили на всякие штрафы. А занимался все-таки турнирами и их организацией правильной, чтобы брянские шахматисты хотели играть и играли в них. Спасибо. Хорошо, спасибо вам. Я тоже хочу надеяться, что, возможно, мэр не устранится от сотрудничества с Кубком мэра. Ну, и областное руководство, в конце концов, обратит внимание на проблемы в спорте. Спасибо, удачи вам. До свидания.